Он сам возникает из того, что не ищет себя и не объясняет себя. Поэтому здесь гораздо важнее присмотреться к любым возникающим опытам, откуда они возникают. Ты не можешь ошибиться, если переживаешь печаль и тревогу. Если подкралось ощущение одиночества, тоски, потерянности, ты не можешь быть обманутым этим переживанием. Проблема возникает в том, что ты все это считаешь своим, пытаешься изменить происходящее на противоположном состоянии. Очень много психической энергии уходит именно на эту подсознательную перетасовку чувств и восприятия. Тонкое насилие над тем, что есть, создает основной дискомфорт, который сложно заметить из-за отождествленности с образами о себе, внутреннее сопротивление к тому, что есть и как оно есть, это еще один способ сыграть кого-то в себе, но с более тонким, изощренным сценарным сюжетом, причем на сцене с закрытыми занавесами. Ты не знаешь, перед кем играешь, но настойчиво продолжаешь играть эту игру в себе. Маска, наложенная на маску, и ты замечаешь, что тебе становится все сложнее дышать. Происходит скованность в восприятиях. Мысли все глубже прибивают себя к кресту с собой уже созданных образов. Ты не можешь понять, откуда накатывает эта вселенская тяжесть, и поэтому боль и отчаяние множится в величинах дополнительных объяснений интерпретации происходящего. Ум хочет выскочить из этих состояний, но ему для этого надо объяснить, что это и куда надо выскочить. И эта игра осложняется подобными комбинациями. Осознай. Еще более глубокая и тем незаметнее проблема заключена в том, что ты не способен объять происходящее свободным и доверительным вниманием, прислушаться к искреннему голосу чувств с кнопками грусти, к аромату печали, указывающим на твою скрытую имитацию жизни. В слепом сопротивлении разделенность от сути себя обостряется и создает расстояние, которое иллюзорно, в котором бинарным почерком по ткани существования образа о себе становится все удобнее сравнивать, страстно конкурировать, алчно копить, сладко верить, надежно спать, играть мимолетовыми формами, с которыми ты вступаешь в сделку, соглашаясь с их призрачными очертаниями. Играя есть расстояние. Не осознавая себя как пространство для всех явлений и событий, ты еще крепче обуславливаешься с идеями о поиске. О силе, о праведности, о правильности. И ты становишься батарейкой этой священной карусели. Ты продолжаешь подпитывать и одухотворять своей изначальной светимостью голографические проекции этого аттракциона, придавая им невидением о себе объем и форму, а также ощущение психической непрерывности, в том числе и иллюзию духовного движения. Подпитав батарейкой конвейер новых порций личин и масок, ты уже с нескрываемым вределением жаждешь персонального просветления. Не для того, чтобы светить и быть светом себя, а чтобы компенсировать скользкой духовной гордыне ничем не прикрытую неудовлетворенность и фальшь. Это происходит не потому, что ты плохой, а потому что эти образы неустойчивы в твоем безмерном сознании. Невозможно обмануть Бога в себе, потому что Он не играет, Он может лишь быть собой. Наступает время, когда подобные имитации превращаются в норму поведения, а ноющая тоска, перерастающая страдания, становится единственным мерилом того, что ты еще жив. Тогда ты начинаешь судорожно искать учителя, мастера, какой-нибудь духовный костыль, на который можно опереться, которого можно обожествить, или копировать с него, или положить в карман, как пилюли, или влюбиться, чтобы приумножить нелюбовь к себе, или обвинить его в своей собственной неспособности быть открытым для всего, что предлагает тебе зеркало существования. Поэтому я часто говорю о частности к себе. Оно придает энергии светимости. Оно придает ясности, особый аромат освобожденности. Продолжая эпопею безысходности, ты проходишь по этому ритуальному шествию в Ее Долоросо. Проглатывая в сопротивлении с происходящим чувственные послания, ты по-прежнему не способен увидеть в них нежную заботу о тебе и желание обратить на себя внимание и распознать в обнаженном откровении искусственность всех представлений о твоем несовершенстве, о твоей ненужности и потерянности. Путь скорби становится твоей единственной ношей, и ты будешь продолжать ее нести, пока в святом смирении, в награни безумия и отчаяния, ты не начнешь грезить о прошедшей печали и легкой грусти. Ты осознаешь, что они приглашали тебя к тебе. Боль отрезвляет от зомбированной состояния сна. Конфликты создают ясность. Безысходность не позволяет укрыться в новых сюжетах и сценарных представлениях о себе. И впервые ты что-то начинаешь понимать, ты что-то начинаешь замечать и более глубже чувствуешь живую искренность к себе. Если ты не прошел урок нежной заботы, чувственных посланий, загляни прямо сейчас в глаза той боли, которая еще громче стучится у порога твоего дома. Чем сильнее болит, тем ярче освещается тьма, невежество и грязь, симуляция, под которой ты старательно прячешь свою откровенную чистоту. свое совершенное сияние. Пойми, милость боли, откровения, страдания – это не вызов, а приглашение. В боли есть своя мудрость. Это еще один способ проявить ясность к себе, к своей изначальной сути, которая еще ярче светит из возможности не противопоставлять, не избегать, не умолять, не мыть, не прятаться. Ясность себя проявляется в способности доверять тому, что это прямо сейчас чувствовать, и быть осознаванием того, о чем повествует восприятие, и быть осознаванием самого доверия. И тогда в тонком и смиренном свидетельствовании ты увидишь, что игр ума – это всегда приглашение себя к себе, в свою непотерянную обитель, в которой любые чувственные переживания исходят и одновременно направлены мимолетным опытом из свой собственный источник. Ничто не может быть отдельным от того, в чем оно проявляется. Я часто говорю о том, что ни одна система не способна распознать другую, которая на порядок сложнее. познающий не может познать то, в чем он возникает, и пока есть поиск, найти невозможно. Пробуждение от сна себя, от этих образов и масок происходит в бдительном, честном, искреннем, ответственном сознании того, как возникает опыт искателя, опыт вопрошающего, опыт путешественника, откуда все это проявляется. Присмотрись – это всегда твое послание, это всегда твое открытие, это всегда твоя тайна. Античные тезисы «познай себя» начинают прикасаться сквозь время к бесконечной актуальности, рожденного в самом себе сейчас. Ты можешь почувствовать в этом прикосновении новизну и необъяснимую освобожденность, но не спеши за призывами новых состояний, предлагающих другой вариант – тебя. Не одухотворяй то, что еще продолжает возникать в контекстном сравнении с прошлым переживаниями. Не прикасайся к прошлым, оставь мертвым хранить своих мертвых. То, что тебе необходимо, всегда происходит прямо сейчас, и сейчас есть твой единственный неповторимый опыт. Свобода себя и сущностное переживание себя не достигается, а обнаруживается за пределами усилий и ожиданий, в честности к себе, в искреннем распознавании того, как формируется программа образов и форм. Осозная это. Так же, как свету невозможно добавить его светимость, так же и к тебе невозможно добавить Бога, потому что Он есть изначальное сияние тебя самого. Осозная это. Здесь нет потерянных. Здесь нет того, что можно было бы найти. Все спасено уже, все уже светит. Как бы картограф и сознание не старались, нет и не будет пути к себе, потому что ты и есть путь самого себя, живая истинная жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok